Так, ну пошла запись, Рафон. Ну мы о чем говорили? Мы поговорим о разных эпизодах. Давай поговорим о шахматах в твоей жизни. Как они появились и как они продолжались. В Армении никто в шахматы играть не умел. Мало кто играл в шахматы до 63-го года. А в 63-м году, например, я знал только киндермат. Киндермат знаешь, да? Да, да, есть. Вот это я знал. А в шахматы не играл, только сашей дадимбель. В году может быть одну пачку сигналей. В 63-м году сколько было тебе лет? В 17-м году. В 17-м году. В 17-м году. И тут Тигран Вартанович попадает в финал, в отвинниках. Ты имеешь в виду Петросян? Это было где? В 63-м году. А где был матч? В какой стране? В Москве. Как где? В Москве. В Москве я был. Тогда Петросян Мира. Это было первое место Советского Союза. Все чемпионы были Советского Союза, если помнишь. Да, да. Где-то Эйве был перед войной на полгода. И все. Остальные все наши. Значит, кинотеатр Москва у нас есть. Ты, наверное, помнишь или не помнишь этот кинотеатр Москва? Центр Города. Не, не помню. И там по телевизору 21 раз показывали, какие ходы были зеленые. А там каждый ход показывали. Ну и площадь. Ну прямо площадь перед кинотеатром. А на кинотеатре повесили большую доску. И показывали каждый ход. И вот я, например, пошел и нашел одну группу, где хорошо понимали шахматы, чем другие. Другие вообще никогда не понимали, как я. Подожди, но это была молодежная группа, расти 17 лет. Да нет, там всякие были возрастные категории. И старики, и дети всякие. Но болели за Петросяна. Ты хочешь сказать, в Ереване, в Армении, все собирались на площади и болели за Петросяна. Да, да. Там по много народу, они группа стояли, группами. По 6, по 10 человек вот так группами стояли. Незнакомые друг друга люди. Я нашел одну группу, где вроде как немногие играли в шахматы. Ну вот так. После того, как закончился. Ну там около двух месяцев стояли. Там же как, день играют, второй день доигрывания. Ну да. И один день выходной. То есть в неделю три партии. Короче, там стояли два месяца. После чего у меня появился интерес. Ну я кое-чего научился. Как правильно ходить, как там рокировку правильно сделать. Ну и пошел в библиотеку, взял книгу для начинающих шахматыстов. Так. Читали эту книгу от и до до конца. Вот. Ну, в 65-м году взяли меня в армию. А вот в армии я взял второе место. Дивизион был. Дивизион. Ну, не дивизия, а дивизион. Это где было? В Армении. Меня же оставили в Армении. Я же был музыкантом. Да? На трубе играл. Ага. Мне первоначально... Я уже сидел дома гулял. На другой день должен был пойти в сборный пункт и поехать в Курск. Радиотехнические войска. Я же техникум окончил. Угу. Вот. А вот в 12 ночи, когда уже гости собирались уйти, заходит один майор и говорит, чтобы я завтра не хотел в сборный пункт, а приходил в республиканский военкомат. Я говорю, зачем? Говорит, а мы вас оставляем в Армении, у нас музыкантов не хватает в оркестрах. Я, короче, не понял, кто продал меня, да? Кто так и не узнал. Вот мы знаем, у нас свои данные и так далее забрали. Но кто-то им сказал, что я играю на трубе. Я также в Армении. Но это не важно. Я так понимаю, остаться в Армении, это был большой успех. Да я не хотел оставаться. Зачем мне в Армении оставаться, когда... Я же мог пойти в это. Когда же христианские войска, там они более интересны, понимаешь? Ага. Короче. Ну, по моей специальности. А я, кроме техникума, еще двенадцати лет был радиолюбителем. У меня был первый разряд по азбуке Морзе. Короче. Я взял второе место, проиграл одному перворазряднику. Остальные без разрядов были все. Сколько участников? Сколько было участников? Наверное, человек десять, не больше. Ага. И тут мне присвоили второй разряд. Я эту бумагу порвал, выбросил. Этот начальник спортивной роты меня знал, потому что я был... Я же был членом сборной Армении. Бил матчером спорта по велоспорту. Зачем мне этот второй разряд? Я его порвал и выбросил. Понял? Вот. Потом... Так, прородился, прородился... Уже начал я играть в шахматы. Ну, то есть, не заниматься серьезно, а просто... Ну, иногда играл. И вот тут случай один был. Пригласили меня работать... Ну, как... Я всю жизнь работал в трех-четырех местах. И пригласили меня добавить цели работать в этом... Доме пионеров. Это какой год? Это уже 73-й год. Сколько лет? Ну, посчитай, 73-46. Сколько мне лет? 20. 20-щем-то, да. И тут, значит... Дома пионеров. Кружок, управляющий радиомодели. Короче... Я в шахматы преподавал Гагик, один кандидат в мастер спорта, Гагик, Саркистян и Рафик Ваганян. А Рафику Ваганя на сколько лет было? Ну, он 51-го года рождения, считай. А, он тогда молодой был тренер? Да, он мало приходил. Он автором по соревнованиям ездил. А этот Гагик... Я так понимаю, он свои деньги отдавал эту Гагику. Они дружили между собой. Были хорошими друзьями. Ваганянов уже какой разряд был? Гроссмейстером был. В 73-м он уже был Гроссмейстер? Да. Короче... И тут такая штука. Выхожу я из своего кабинета, чтобы уйти домой. А навстречу они вдвоем идут. Этот Гагик меня спрашивает. Говорит, ты в шахматы играешь? Я говорю, не много играю. А что? Мол, давай на бутылку водки сыграем. Нет, бутылку коньяка сыграем сначала. Ну, у меня полно денег. Я в то время работал в трех-четырех местах уже. Я говорю, давай сыграем. Пошли к ним в кабинет. У меня же шахматы нет в кабинете. Пошли к ним в кабинет. Рафик молча сидит, смотрит, ни слова не говорит. Я одну партию у него выиграл. А он кандидат мастера. Понимаешь как? Одну партию я у него выиграл. Мол, давай на бутылку водки еще сыграем. Я говорю, давай. Ставлю партию выигрываю у него. И он говорит, давай закуску сыграем. Я говорю, давай. И закуску выигрываю. Этот аббатер вот так не знает, чего говорить. Ну, что вроде... Ну, деньги платил вагоня Рафик. Не он, у него денег не было. Понятно. И он любил пить вообще-то. И вот тут начали... Как его? Уже троем встречаемся. Неделю один-два раза. И если он в городе, да? И это... Идем где-то выбиваем. Один раз ко мне домой пришли в гости. Вот. И Рафик начал рассказать, в каком городе что-то такое-то случай, в таком городе такой случай. А мы же не знаем, кто он такой. Я же не представил. А ты где-то жил? Это где был? Какой дом? Старый дом в центре города. В каком адресе? Сейчас эта улица называется Ездник Кохбаци. Тогда был Ездник Кохбаци. Ага. А тогда был Тер Габриэлян. Вот. И мать ему прямо в лицо сказал, что он хвостун. И так далее, и так далее. А двой. Номер... Короче. Потом... Случайно я оказался в 75-м году в Одессе. Я уже приехал работать в вести математических машин. А там... Одну разработку. И надо было сопротивление... Однопроцентным разбросам. Так. Это один, был единственный завод в Одессе, да? И они делали эти соблазирования на весь Советский Союз. Ну, это идет на военную технику. В основном, да? Остальные сопротивления, 10%, которые в магазинах продавали, они имели разброс 10%. Ну, и меня отправили в Одессу за этими сопротивлениями. Там всего-то штук 30, не больше. Приезжаю я на этот завод. А мне говорят, привет, тут люди полгода стоят в очереди и берут большие партии. А ты кто такой вообще? Короче, мне от ворот по ворот дали. Я пошел, а что мне делать? Пошел устроиться в гостиницу. Прихожу, Черное море, а это у них самая классная гостиница была, интурист. Захожу, мне говорят, ты что, дурной? Летом пришел интурист, носишь номер, иди куда-нибудь. И тут вижу, Рафик спускается с лестницы. Да, ладно. Я говорю, да. А что ты тут делаешь? Я говорю, так и так, говорю. Приехал за сопротивлениями, а тут такое дело. А мне говорят, а ты иди, говорит, у нас оплачено. А что там матч СССР-Югославия? Тогда каждый товарищеский матч. Каждый год, один год у них, один год в Советском Союзе. Вот так. 73-й год? 75-й год. 75-й год. Да. Матч СССР-Югославия. Короче, там Рафик играет, Суэтин играл. В общем, там, короче, Балашов. Как его, не Балашова, как-то. Короче, не помню сейчас всех. Вот. И у Суэтина двухместный номер. И вот, говорит, туда один он живет. Говорит, иди, говорит, с ним поживи сколько тебе надо. Ну, я с удовольствием пошел туда. А был еще такой Лев Альбурт. Он в Одессе был. Международный мастер был тогда. Еще не был Грассвестером. И вот этот Альбурт помог. Я Рафику сказал, зачем, что ничего не получается. Он этому Альбурту сказал. А тот пошел в зал эти сопротивления, не принес, отдал мне. Правда, потом мне, если у тебя математик с Мальчим Геремани, где я работал, мне командировщину не дали. Сказали, что, а где бумага? Я им объясняю, что, слушай, какая еще бумага? Вам сопротивление нужно или бумага? А как мы оформим твою командировщину? Я говорю, не знаю, как ее оформить. Короче, я эту работу сделал и ушел оттуда. Полгода работал. Ушел оттуда я. Вот. И тут каждый день я хожу. Ну все, сопротивление есть. А куда спешить мне? Я хожу вечерами. Вот. А суетин был запасной. Но пил страшно пил. Страшное, это страшное дело. Короче, один раз. Один югостанский парень имел три нуля. Ну там каждый с каждым играл. Понимаешь как? Три нуля имел. И он должен был играть. А суетин был запасной. И решили, что в этот вечер суетин должен играть с этим парнем, у которого три нуля. Ну и мы решили так, что давайте быстрее сделаем 15 ходов, соглашаемся на ничью. У них было правило. Играть мастерские 15 ходов надо делать. Перед тем, как соглашаться на ничью. Тогда такие правила были. Неписанные. Ну и этот, пошли мы днем пивной бар. Очень хороший пивной бар. Нам очень понравился. Решили вечером туда еще пойти. И суетину сказали, что давайте быстрее соглашаться на ничью. Тебе 15 ходов быстрее поиграешь, соглашаться на ничью и пойдем в бар. Приходим туда, а Рафик каждый день, каждый день, 10 часов вечера, к нему заезжал один зубной врач, стоматолог, богатый, очень богатый, одессит. И приглашал Рафика. Они ушли куда-то вдвоем. Блиц играть. Одна минута против пяти. Ну, Рафик себе минуту, а ему пять. На деньги? На деньги? 100 рублей партия. 100 рублей партия. Ой-ой-ой. И Рафик каждое утро заходил к ним и давал 100 рублей на покупку спиртного, закуски и так далее. Это когда зарплата инженера была в месяце 140? Да, да, да. Но этот стоматолог знаменитый в Одессе. Он на Мерседесе приезжал за Рафиком. Тогда, в те годы, ты представляешь, было два Мерседеса. Приехал на Мерседесе Глигорьевич. Глигорьевич за своей машиной приехал в Одессу. И вот этот зубной врач был на Мерседесе. За Рафиком приезжал. Короче, казус в чем? Рафик спустился вниз, сидим на первом году, я и он. Ну, я постану, на первом году, в году у меня место есть, да, смотрите. Рафик спустился рядом, сидим, смотрим на эту. Как играют, там же показывают партии. И тут интересный случай. Он мне говорит, Рафик говорит, ну все, говорит. Он его ловил, говорит, на дебюте. Через, говорит, переход он будет сдаваться. Игорь Михайлович, поймал на какую-то новинку. Все эти же были, это, как его, специалист по дебюту. Он и Петра Асяна тренировал, как специалист по дебюту, перед матчем Ботвинниковым. И вот тут, значит, Рафик мне объясняет, какие ходы сейчас будут делать, оба, да. Ну, он как, он был прав. Он, говорит, через переход, говорит, там, говорит, удар страшный, говорит, и он будет сдаваться. И тут он мне говорит, Рафик, сейчас, говорит, Суэтин должен играть F5 в пешку. У него в пешке стоят F, E. Говорит, сейчас будет играть F5. Или E5, не помню я сейчас точно. Ну, короче, Суэтин сыграл с другой пешкой. Не той, которую Рафик сказал, а другой пешкой сыграл. И попал в очень тяжелое положение. Сидел до конца. И все, проиграл. Сидели мы все пять часов. А нет, извини, еле-еле, сделал ничего. Еле-еле, сделал ничего, Суэтин. Тут приезжает, значит, уже 10 часов. Играют в дворец леса украинки, там есть. И вот приезжает этот зубной врач, забирает Рафика, а мы с Суэтином пешком идем на площадь, по обратную сторону, чем мы живем. Вот дворец в середине, да? Здесь гостиница, а здесь магазин, который работал в Гастромном Центральном до 12 часов. Остальные закрывались там раньше. Приходим туда, покупаем водку, закуски, идем в гостиницу пешком. Короче, я ему спрашиваю, говорю, Леш, а что ты всегда вот так? Ну, нафиг мне же, мне объяснил уже. Не знаешь, что он мне ответил? Говорит, слушай, говорит, позор на мою голову. Рука дрожала, говорит, без того, чтобы сходить эти пешки. Рука каснулся другой пешки. Рука дрожала, как он каснулся другой пешки. Ну, это неудобно, я должен ходить. Суялись потом. Долгой над этим. Вот такое. Рассказал мне свой цель про Петросяна. Он был очень обижен на него. Да ты что? Да, он же его кинул. Это как? Ну, во-первых, когда в 63-м году он стал чемпионом мира, Петросян, у него был Болеславский тренером. Общим тренером был Болеславский. А тренером по дебюту был Суэцин. У него были два тренера, да? И когда он стал чемпионом мира, Армения ждала их. А приехали без Суэцин. И Суэцин сказал так, что Рона, жена Петросяна, Рона зовут, еврейка, Суэцин сказал, что Рона сказал, не возьмите этого алкаша, он тебя опозорит. Не, серьезно, это то, что мне Суэцин сказал. Это раз. И второе, когда он играл с Фишером, Петросян, когда с Фишером играл, то у него не было тренера, у него не было секунданта. Потому что никто не хотел поехать с ним. И он позвонил в Суэцине, мол, давай старое забудем, пойдем в Аргентину. Ну, в Буйнес-Айресе был. Матч Петросян Фишер был именно там, в Буйнес-Айресе. Это мне Суэцин рассказывает. Говорит, короче, говорит, когда счет стал два с половиной до два с половиной, значит, а потом Фишер четыре пальчики выиграл и вышел дальше. Шесть с половиной набрал, и все. Надо было играть там, это, именно вот шесть с половиной набрал, и ты все уже. Приходишь дальше. Короче, когда они поехали туда, Суэцин мне рассказывать, говорит, когда счет был два с половиной, два с половиной, говорит, я ему сказал, что не так страшен черт, как его молют, давай, говорит, сядем против Фишера, выберем какую-то схему, да? Ну, дебютную схему. А он, говорит, мне сказал, это твои дела. Он сам уходил, говорит, богатым армянам, которые его приглашали к себе домой. И там везде говорил, что он уже два раза был чемпионом мира, это не, это не его, что он не хочет тут побеждать, а он хочет воспитывать молодого, хорошего армянского шаматиста. Но все знали, что он отказался заниматься графиком, он отказался. Взял себе этого, Петросяна, который сейчас тренером, Арсека Петросяна, Однофамилец, да? Он сейчас изъявляется, вот они песке чемпионов три раза, да, Армян и Сталин. Три раза он был, он, как называется, тренер сборной, называется так это. Арсен? А, Аршак, Аршак. Аршак Петросян. Да. Ну, короче, всегда без слабых гражданмейстеров, если честно. и говорит, когда приехали, и говорит, вот так сказал, и ему, говорит, хорошие подарки давали, армяне. Понятно. И когда приехали в Москву, говорит, он написал, а мне, говорит, что оставалось здесь, только пить. Когда приехали в Москву, говорит, он накатал на него жалобу, что все эти места, чтобы ему помогать, целый день пил, поэтому он и проиграл. Ужас. Ужас. В то время просто Фишера никто не мог играться. Нет, Фишер был гениалем. Нет, но он победил, он победил 6-0. Ларсене победил, сначала Тайманова 6-0, потом Ларсене 6-0. Вот. Слушай, а я тебе сейчас, еще, короткую расскажу, интересную, про Тайманова. Минуты на две, Рафон. Когда Тайманов проиграл 6-0, перед тем, как ехать играть с Фишером, а мой товарищ живет с ним в одном здании, и у них внизу здание мебельный магазин. И Тайманов зашел туда, сказал, что хочет приобрести финскую спальню, белого цвета, я эту спальню видел, очень классную. Это мне можно выиграть, что за пиццами, которые живут. Короче, он приезжает из этого соревнования, когда проиграл 6-0. Приехал, значит, Ленинград, и зашел в магазин, директору магазина, и он ему говорит, слушай, говорит, а за что тебе магазин, за что тебе мебель дать? Любой гражданин Советского Союза мог пойти проиграть 6-0. Это унизительно, хорофон. Вот тебя я Рафика встретил. Где-то, где-то, наверное, поотражил, ну, еще бы не было этого эпидемии, до этого, позапрошлом году, да. Значит, как я его встретил? Мой товарищ, из... В 19-м году. Да, товарищ купил квартиру. Вернее, не товарищ купил, а сын его, купил квартиру. Вдруг я... А нет, тогда мы в шахматном клубе виделись. Он не узнал меня сначала, а потом смотрит знакомый и сказал, привет. Но я так понял, что он начал думать, откуда меня знает. Ну, забыли, сколько лет прошло. Это где-то в 1975-м году вот после этого случая. В 1978-м я уже работал в учреждении, где постоянные командировки. И уже все встречи эти всякие прекратились. Фактически в 1978-м года мы друг друга не виделись. И прошло столько лет и бах в 19-м шахматном клубе. Он разговаривал там с родителями какого-то в центральном шахматном клубе. И увидел меня при местах друг друга. Я так понимаю, он даже не вспомнил, откуда он меня знает. Я могу сказать, что, по-моему, в 2015-м или 2016-м был турнир Ташир в Сити в Москве. Я тогда Паганяну говорил, вот у меня есть товарищ из Армении, из Иривана, из Армавира, Краснодарского края. Рафик Калатян, он говорит, не помню. Я говорю, 70-е годы, не помню. Фамилию он не знает, откуда фамилию знать. А, фамилию он и не знал. Поэтому нет, но фамилию мы же не представляем со фамилиями. Это раз, во-вторых, столько лет прошло, откуда он может помнить. Да, да, да. Даже он увидел меня и то видит знакомое лицо, но не помнит откуда. Нет, но если встретимся, я ему напомню, он будет вспомнить все. Рафон, но я на этом хочу закончить, чтобы не перегревать эфир. Да. Твоя шахматная история. Мы с тобой много тренировались в Армавире в нулевые, в конце девяностых, нулевые. Хочу сказать, твой первый разряд, он уверенный, уверенный. Без дебюта, ну, на понимании первый разряд такой есть, вполне приличный. Но в Армавире, когда я один раз кубок, этап кубка города выиграл, да, да, и северительный область 6, мне знаешь, чего сказали? Какой разряд? Я говорю, у меня разрядов нет, допишите, без разрядов. А этот Толик говорит, как, мы же должны отправиться в Краснодар? Да. Протокол, над нами будут смеяться. Взяли, написали первый разряд. Но я же его не выполнил. Нет, конечно, есть регламент выполнения разрядов. я знаю. Рафон, ну, будем на связи? Да. Все, давай, пока, счастливо. Я тебе шахматную историю рассказал. Да, есть. Потом продолжим. Да. Все, давай, пока. Пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok